Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, сегодня у нас вот такое доброе июльское утро. Немного пасмурно. Не знаю, какая погода сегодня ожидается, потому что обещаю точно всё каждый день, конечно же, меняется. Сегодня, дорогие друзья, хочу сделать видео для вас по многим заявкам, скажем так, про свёклу. И, конечно же, сейчас всё я вам покажу. Дорогие друзья, сегодня будет речь о свёкле. Почему о свёкле? Потому что у многих свёкла болеет именно в это время. Когда она развивается, буреют листья, заболевают. Ну и, конечно, меня тоже это касается. Не всегда свёкла удавалась ранее. Но вот в последнее время я как бы для себя вывела определённый рецепт. И постоянно им, конечно, пользуюсь. Сегодня мы будем не только подкармливать свёклу, но, скажем, и лечить, дорогие друзья. И это, конечно же, мои излюбленные составы, о которых вам я сегодня расскажу. Вот вы видите, свёкла у меня немножко такая вот... Я уже её пролила сейчас раннее утро. Пролила я вот она немножко, вот видите, не приподнятая. Сейчас вот сюда отойду показать. Вот. Свёкла вот в таком состоянии. Нынче, конечно, я её посадила поздновато, но это ни о чём не говорит, потому что свёкла больших размеров как бы не нужна. Вот. И она свою наберёт до сентября месяца. Вот. Уже, конечно, я здесь немножко её проредила. Остальное буду прореживать на борщ, дорогие друзья. Ну, а сейчас я, конечно же, буду говорить, какой уход за свёклой. Уход. Это, естественно, прополка, полив на ранних этапах, потому что это очень важно, чтобы у нас не сожрали её, скажем так, наши мошки и бложки. Вот. Очень они уж любят сочные свекольные листики. И, конечно же, подкормки. Дорогие мои друзья, я уже здесь приготовила олейку и всыпала, вот специально вам хочу показать, вот такой вот, видите, такой светло-розовый порошочек. Это агрикола номер 4. Агрикола номер 4 – это очень удобное, быстро растворимое, водорастворимое удобрение от фирмы Greenbelt. Очень хорошее. Ой, мошки тут замучили. Годится для моркови, свёкла, редиса. И вот такой пакетик на 50 грамм, дорогие друзья, он на 2 раза растворяется. То есть 50 грамм на 20 литров воды. То есть на олеечку 10-литровую мы используем полпакетика. Я уже высыпала, чтобы не занимать у вас время. Так, сейчас вот так вот. Пока ещё не полную лейку налила специально, чтобы вот это всё развести и показать вам. Так, дорогие друзья, хотела заострить внимание на составе этого препарата. Содержит азота 11%, фосфора 14%, калия 26%, микроэлементы бор, медь, цинк. Мои дорогие друзья, мы, конечно же, такой состав сами, но никак не сможем сделать. И поэтому вот это удобрение не вредное, без нитратов, без хлора. И я вот уже как бы несколько сезонов подряд пользуюсь именно этим удобрением. И, конечно же, буду использовать свой любимый состав. Это настой, вернее, крапивную жижу, дорогие друзья. Вот такая вот зелёная жижа. Её добавляю я ровно к кувшик. Это нам поможет не только подпитать растения, но и избавиться от вредителей, потому что состав, конечно, понимаете сами, что очень вонючий. И вот мошки, я вам уже говорила, вот при уходе за капустой, вы могли видеть, как я ухаживала, проливаю всё время вот этой крапивной жижей. И мою капусту никто не трогает. Точно так же и свёклу, дорогие друзья. И это относится ко всем, ко всем растениям. Ну вот, друзья, я довела лейку до полного объёма. Значит, здесь у меня, ещё раз напоминаю, агрикола номер 4, 25 грамм. И крапива, крапивная жижа, 1 литр на нашу лейку. Вот. И сейчас мы будем проливать нашу свёклу. Ещё хотела вас, как бы, напомнить вам, дорогие друзья, что свёклу вот таким составом проливать обязательно нужно по хорошо пролитой почве. То есть заранее, вот я пролила эту нашу грядку, очень хорошо пропитала, чтобы нам не сжечь, не сжечь нашу свёклу. Вот. Ни в коем случае не делайте это на сухую. Вот пропиталась она, значит, наша грядка хорошо. Подождали несколько минут. И теперь можно проливать нашим составом. Вот. Свёкла очень хорошо отзывается на это. Так. Сейчас я с одной стороны, с другой подойду. Свёкла очень хорошо отзываются на такой состав, друзья мои. И, конечно же, дают прекрасный результат. Во-первых, все вредители убегают, убегают. Ну вот, крапивные жижи надо периодически проходиться. Это вот подкормка главная. Но чтобы мошки не ели, периодически нужно проходить. Вот я с леечкой пробегаю. Ну и где-то раз в неделю хотя бы просто проливать вот этой вонючей жижи леечкой сверху. И тогда свёкла вам скажет, дорогие друзья, конечно же, спасибо. Вот. Ну, пока вот листики в хорошем состоянии, зелёненькие. Конечно же, запах зловонный идёт. Но это хорошо. Это хорошо. Вредители не любят крапивную жижу. И просто-напросто убегают. Убегают. Вот такое небольшое видео сегодня, дорогие друзья, про свёклу. Делитесь, кто и что как делает со свёклой, со своей. Я против разных химикатов, скажем так. А вот органическим удобрением крапивной жижи это мой излюбленный препарат. Ещё раз хочу показать. Вот такие яркие зелёные листочки должны быть у свёклы. Ни кем не съеденные, дорогие друзья. Вот. Очень советую вам этот препарат. И на протяжении времени, конечно, мы будем смотреть, как это действует на свёклу. И всё я вам буду показывать. На этом, дорогие мои друзья, я своё видео заканчиваю. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что у меня есть канал на Яндекс.Дзен, на Рутуб. Поддержите меня. Подписывайтесь. Всем будущих огромных урожаев, отличных урожаев. Всем мира добра, удачи во всех ваших делах и начинаниях. Всем пока-пока, до новых встреч и впереди ещё много интересного.